Продолжается программа «Дневной разворот». Это среда, а значит, это разворот на бизнес. Партнёр программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Честный вопрос, насколько доступна платная медицина. Мы всё ближе подбираемся именно к ответу на этот конкретный вопрос. И в нашей студии пополнения к нам пришёл Алексей Замыров, главный врач офтальмологической клиники «Созвездие». Алексей, добрый день. Добрый день. Ещё раз представим наших гостей, которые были с нами в первом часе. Сергей Смирнов, главный врач Кировского филиала группы компании «Нефросовет Румет». Владимир Жуков, директор сетиклиник «Афлатцентр» и Светлана Коткина, заместитель директора по развитию медицинского центра «Совершенство». Вот сейчас прямо мы будем набирать Ильяса Нуреева, основателя и руководителя клиники «Нуреевых». Пока наш продюсер Анна Лапшина связывается с Ильясом Рафаиловичем. Несколько слов предоставим сказать Алексею Замырову, главному врачу офтальмологической клиники «Созвездие». Небольшая такая справка о вашей клинике. Когда вы основались, с чего всё началось, кто задумал? И, может быть, даже вы раскроете нам тайну, собственно, на какие средства всё это делалось? Постараюсь быть кратким. Работаем мы с 2012 года. То есть сразу после Нового года клиника у нас открылась, начала активно работать. Вот. Долго шли мы к этой ситуации. С большим счётом всё получилось делать самостоятельно с первого раза и в том варианте, в котором хотели получить. Вот. К чему, собственно, стремились. Ну, а решение принималось сложно. Вот. В какой-то степени помогло то, что до этого в течение многих лет я сотрудничал с частными клиниками за пределами Кировской области. Ну, и в этом плане, конечно, ситуация всё упростила. Вот. Ну, и на сегодняшний день вот уже успешно мы с 2012 года работаем. Я считаю, что успешно. Какие услуги оказывает офтальмологический центр в САЗ-Везде? Основное направление у нас хирургическое лечение заболеваний глаз и полноценная диагностика в полном объёме, насколько на сегодняшний день это возможно. Вы находитесь у Старого моста. Да. Да. Клиника видна прямо с выезда из Старого моста. Какое количество врачей сейчас в составе? На сегодняшний день у нас работает 15 врачей. Все офтальмологи. Уровень квалификации. Есть ли у вас текучка? Сложно ли набирать? Текучки, слава богу, нет. Основной костяк коллектива пришёл у нас из офтальмологической больницы. Либо когда-то там работал, либо когда-то учился. То есть со всеми людьми знакомы. Вот. И все друг к другу уже привыкли. Средний возраст коллектива. Средний возраст коллектива на сегодняшний день, думаю, 30-35 лет. 30-35 лет. И это ваши штатные сотрудники или совместители? Это штатные сотрудники. На сегодняшний день один совместитель у нас только. Понятно. Сейчас такую же справку мы получим от клиники Нуреевых. И дальше уже будем задавать вопросы по развитию частной медицины. С нами на связи Ильяс Нуреев, основатель, руководитель клиники Нуреевых. Ильяс Рафаилович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. В нашем городе, в Кирове, представлен филиал вашей клиники. И мы знаем, что основная база находится в Татарстане. Дайте нам, пожалуйста, краткую справку по вашей компании. Когда вы ее основали, что послужило толчком к основанию клиники, на чем специализируетесь? Вообще-то индивидуальная трудовая деятельность я начал заниматься еще давно, в 87-м году при Горбачеве. За это время, первые 16 лет, выездная деятельность, медосмотр, автобус на колесах. Все это привело к тому, что в 2003 году мы открыли первую клинику в Казани. Сейчас 6 клиник. Из них 3 в Казани. Одна в Челнах, одна в Кирове и одна в Ильжевске. У нас сейчас порядка 300 сотрудников во всех филиалов совместей. Открытие в Кирове произошло последние 3 года. В зависимости от того, что поток пациентов из направления Кирова, из, скажем так, из Казани, Казани, достаточно был большой. Это привело к тому, что мы представители чисто семейного бизнеса и день вдохновителя – наш отец. Сейчас все практические. Моя жена, супруга, моего братишки, он сам, сестренка, сыновья всех клиников. Поэтому мы с названием – клиника Нуреевых. Семейная клиника. На чем специализируется клиника Нуреевых? Изначально специализировалась на урологии, потом гинекологии. Десять лет назад мы увидели направление бесплодия. Так, значит, это являлся первой идеей, что стал вопрос о ведении беременности. Затем цитогенетика, чтобы мы выявляли проблемы не до нас, не в нашей мысли и не получили нужного результата бесплодия. Кроме того, эти специалисты для того, чтобы ведение беременности было обеспечено в полной программе. Велик ли спрос на эти услуги сейчас у нас в регионах, где вы представлены? Пока еще велик, но демографическая остановка приводит к тому, что ведет спад населению репродуктивного возраста. В 25-летних женщин все меньше и меньше, и в дальний век возрастных женщин, кому за 30-35, кому это все больше. Это во-первых. Емкость рынка уменьшается. Во-вторых, по линии ОМАЯ предоставляется достаточно много клоп. И результативность лечения как на уровне женских консульта, так и клиник ВРТ, в принципе, делать свое дело, количество бесплодных пар потихонечку уменьшается. Илья Сафаилович, добрый день. Я соведущий эфира. Меня Вадим зовут. Скажите, пожалуйста, как развивается частная медицина в Татарстане? Насколько она развита? С какими, может, проблемами сталкиваетесь? Ну, я вот сейчас могу провести сравнительную оценку с Сижевским, что у нас в Татарстане рискировали. В Татарстане более урегулированное, более жестко регулированное государство, более жестче в условиях бизнеса, более высокой конкуренции. У нас цены не так и дешевле получаются, чем даже в окружающих регионах. Это удивительно, но цены, по сравнению с Киром, даже в чем-то и дешевле. Тем не менее, конкуренция у нас нарастает. У нас покупательская способность населения падает, как и везде. Спрос падает, предложения остаются. Клинки падающие не закрываются. Поэтому усиливается конкуренция. И, к сожалению, недобросовестные методы конкуренции тоже начали появляться. Какого рода вы имеете в виду методы конкуренции, когда говорите об их недобросовестности? Ну, начнем так, что, например, раньше был потребительский экстремизм. Когда сами пациенты в чем-то недовольны, использовали юридические и так далее. Теперь же это все на уровне уже государственных клиник, в том числе. Например, у нас прокатилась волна, когда бюджетные организации заставляли специалистов совмещающихся в частных клиниках. Определили, где они остаются в частных клиниках или все-таки возвращаются в бюджетные организации без права совместения. Например. Так, а что касается работы с ОМС, ведь мы знаем, что частные клиники имеют право работать с фондами ОМС. Сложно ли с ними контактировать, получается ли брать квоты, или здесь тоже есть некое сопротивление со стороны государства? Конечно, есть сопротивление. На сегодняшний день мы, в последние 2-3 года, начали работать по линии ОМС. Объем у нас не превышает 10%. В любом случае, все квоты, которые мы получаем, они некоторые ограничения несут по сравнению с коммерческими услугами. Их достаточно много. И, если честно, вот эти 10% отвлекает личный мой управленческий персонал достаточно серьезно. Мы периодически задумываемся вообще-то о приостановлении своих услуг именно в отношении ОМС. Вот так. Мы понимаем, что если частная клиника работает с ОМС, то для клиента это бесплатный прием. И таким образом получается, что частные клиники с одной стороны теряют клиента, а с другой стороны ограничивается выбор для клиента клиники. Эту тенденцию мы постоянно обсуждаем с разного рода бизнесменами. Эта тенденция сейчас усиливается, нарастает. Как-то с ней бороться можно и нужно ли? В данном случае желание работать с ОМС условно двумя причинами. Первое. В тарифе не предусмотрено наличие прибыли. Если взять, что 100% пациентов придет по линии ОМС, значит, частная клиника уже не остается в частной клинике. Нет прибыли, нет развития. Поэтому здесь только нужно на вспомогательных услугах. Да, пришли бесплатно по ОМС, а вот дополнительные услуги, диагностика или еще что-либо, они будут платные. И второе. Если первый раз в поквоте получилась безуспешная попытка, то к следующему разу есть вероятность, что пациент придет опять в эту клинику, потому что там остались замороженные эмбрионы, например, и так далее. Ну, это очень опасное соотношение роста услуг по ОМС по отношению к коммерческим услугам. Все-таки задача частных клиник удовлетворение пациентов, а не только выполнение программ по ОМС. И последний вопрос. Мы сейчас должны будем уйти на перерыв. Скажите, пожалуйста, Илья Сарфаилович, где больше запрос на частные услуги специалистов вашего центра? Может быть, у вас есть анализы по другим частным медицинским центрам? В больших городах или на периферии, в районах он тоже велик? Раньше традиционно, конечно, обращаются в города, но сейчас, я считаю, хорошей тенденцией, что и в шаговой доступности в небольших городах открываются достаточно сильные клиники. То есть ситуация меняется в пользу регионов. Благодарим. Илья Снуриев, основатель и руководитель клиники Нуриевых, был с нами на связи. Ну, вот сейчас прервемся на полторы минуты, есть что обсудить. Добрый день. Поздравляем наш эфир. И поскольку мы уже затронули тему развития бизнеса частных клиник, вопрос гостям, насколько реально развивать его в районах области. В частности, у меня есть статистика по России, что каждый третий пациент в районных центрах обращается в частные клиники. Насколько эта ситуация типична для Кировской области? Насколько вы можете развивать ее? Созвездие, пожалуйста. Да, ну, вопрос какой. Если говорить о частности, об офтальмологии, вообще, надо сказать, конечно, зависит все от специальностей. Потому что есть специальности, которые абсолютно спокойны, я считаю, что прибыльно могут работать. В плане развивать частные практики в тех же самых районных центрах и обеспечивать пациентов качественной медицинской помощью. Что, к сожалению, немножко не соотносится с нашей специальностью. Потому что наша специальность, она требует больших финансовых вложений и других ресурсов. Поэтому в каждом районном центре организовать частную клинику, которая бы оказывала помощь в полном объеме, к сожалению, это нереально. То есть нет таких людей, которые смогли бы поднять тот объем помощи, который можно оказывать в полной мере в офтальмологии. На диагностическом уровне – да. И у нас есть несколько районов, где частные приемы работают, поработают эффективно. Не только в плане качества оказания, объемов оказания, но и в плане прибыльности. То есть такие примеры я знаю. То есть люди работают. А у вас в вашей клинике в созвездии, в Кирове, процент людей, которые приезжают из районов Великлий и иногородних клиентов много ли? В основном поток у нас идет. Это все-таки жители города Кирова. Районных пациентов у нас становится с каждым годом все больше. Иногородние пациенты приезжают Коми, Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Тарстан тот же самый. Давайте сейчас спросим тоже у коллег, что в совершенстве. Светлана, у вас есть клиенты из районов области и есть ли клиенты из других городов? Да, конечно. Очень плохо развита лечебная работа и диагностическая работа в районах. Поэтому у нас суббота-воскресенье ориентированы больше на районы, когда они не могут, работающие, приехать в обычные дни. То суббота-воскресенье как раз это для них. То есть доктора работают и очень много приезжают. А другие города? Другие города бывают. То есть Нижний Новгород, Коми, очень много. А флагцентр, пожалуйста. Владимир. Я что могу сказать по районам? Опять же, у нас достаточно большой охват идет мобильными комплексами районов области. И, конечно, мы слышим много благодарностей за то, что мы делаем в районах области. И люди, конечно, зная о нашем центре, потом сюда приезжают и пользуются услугами афлоцентра. Это и консультативные приемы, и манипуляции. Нарастает количество клиентов из районов или оно стабильное? Оно нарастает. У нас в целом идет постоянный рост клиентов, и в связи с тем, что у нас сейчас больше площадей, да, и в целом выездная работа тоже у нас усилена. То есть практически с февраля месяца бригада 6 дней в неделю ездит на каждом из комплексов. То есть я считаю, что это два медицинских центра на колесах, по большому счету. Ну так, потихонечку подходим к доступности бесплатной медицины. Частной медицины. Прошу прощения, частной медицины. Две аксиомы советских времен. Бесплатное образование, бесплатная медицина. Соответственно, платная медицина по умолчанию воспринимается как что-то такое дорогостоящее и доступное только для избранных, кто может себе позволить. Да. Насколько этот стереотип сейчас действует или все-таки ваши услуги доступны для, условно говоря, для бюджетников, для студентов, для пенсионеров? Давайте с нефросовета начнем. Сергей Смирнов, пожалуйста. Да. Ну, всем людям, которые более-менее знают, как устроена система ОМС, могут в любой момент заглянуть в территориальную программу, увидеть перечень организаций, которые включены в реестр системы ОМС, оказывающих медицинскую помощь на территории Кировской области, посмотреть действующие лицензии и проголосовав полисом за ту медицинскую организацию, где он хотел бы получить медицинскую помощь, пойти туда и получить ее бесплатно. Это в рамках базовой программы ОМС. Собственно говоря, наша организация работает исключительно в рамках системы ОМС, и поэтому, имея лицензии по профилю нефрология, мы абсолютно бесплатно оказываем любому жителю Кировской области медицинскую помощь. Да, Сергей, ну поликлиника многопрофильная, которая уже готова и укомплектована, стоит с прошлого сентября? Да. Если мы говорим о доступности? Дело в том, что у нас есть некоторые проблемы на территории Кировской области, которые заключаются в том, что это и есть не только у нас, но и у тех организаций, которые включены в систему ОМС, нам не выделяют объемы медицинской помощи. Это ведь конкуренция. Да. Мы, собственно говоря, как и другие медицинские организации, неважно, это медицинская организация, которая оказывает платные услуги, или работает в ОМС, или по смешанному типу, мы все работаем по одним и тем же законам. Просто кто-то делает выбор в пользу ОМС, кто-то, как мы ограничены договором, кто-то не хочет там работать. Но, тем не менее, когда мы вступаем в систему ОМС, люди, мы им отказать не можем, потому что мы, любой врач, лечащий именно участковый, при возникновении заболевания, должен пациента предупредить о том, что на территории Кировской области такой вид помощи, который ему необходим, оказывается в таких-то, в таких-то медицинских учреждениях. И, соответственно, пациент имеет право выбора, куда он пойдет лечиться. Но, на самом деле, сложилась на территории Кировской области такая ситуация, когда мы включены в эту программу, у нас есть лицензия, но объемы медицинской помощи территориальной комиссии нам не определены, стоит ноль. Соответственно, и отказать мы пациенту не можем. И предоставить услуги не можем. Отказ от медицинской помощи. И, да, у нас будут проблемы потом, собственно говоря, с включением вновь в систему ОМС. И оказать медицинскую помощь мы можем, но оплаты со стороны государства не произойдет. Это и есть недобросовестная конкуренция, о которой говорил Илья Сарфаилович Нуреев? Или это что-то другое? И не только это. И не только это. А может быть, как вот клиники Нуреевых, ну и ее это... Есть другая ситуация, да, недобросовестная конкуренция. Выделяемые объемы не соответствуют фактическим запросам организации, основанным на непосредственном предоставлении информации о том, сколько у нас пациентов, какой объем помощи в прошлом году мы выделили. Нам занижают объемы, и все, что мы выполняем сверху, соответственно, нам не оплачивается. Клиника, которая вот сейчас у вас готова бы принять, многофункциональная поликлиника со всеми сервисами, какой объем помощи могла бы оказывать... Поликлиника рассчитана на 30 тысяч прикрепленного контингента. На 30 тысяч человек. Понятно. Передаем микрофон следующему нашему спикеру, Алексей Замыров, главный врач в травмологической клинике, созвездие. Здесь вы какие, Алексей, можете отметить тенденции? Ну, наша помощь, сразу скажу, что она доступна, потому что, исходя, у нас услуга рассчитана. То есть, сразу скажу, что процент прибыли у нас заложен абсолютно реальный, и он, несмотря на то, что вот доктор из Казани сказал, что у них дешевле, в нашей области мы немножко все-таки дешевле, чем оказывают помощь казанские клиники частные. Это один момент. Поэтому миф о том, что все дорого в частной медицине, к сожалению, нет. То есть, все обосновано абсолютно. Второй момент какой. В плане государственных, и вот, в частности, работы частных центров в системе ОМС, на сегодняшний день в защиту государства надо сказать, что в какой-то степени государство вынуждено так работать, потому что государственную систему надо финансировать, ее надо кормить, и, соответственно, допускать к этой, ну, грубо говоря, кормушке людей, пришедших к какой-то степени со стороны, оно обязано ограничивать. Но это на самом деле, ну, немножко нечестно, потому что вот недавно общался с доктором из Грузии, у них все сделано по правилам. То есть, если ты заключил договор с государством, и ты включаешься в государственную систему, ты вступаешь в прямые конкурентные отношения с государственными учреждениями. Пациент вправе выбирать, куда он пойдет лечиться, при этом объем оказания помощи не ограничен. То есть, пациент решил идти в частную организацию, он придет в частную организацию, получит услугу бесплатно, частная организация отчитается, ей заплатят при этом объем, не квотирован абсолютно. Вот эта система работы, она абсолютно правильная, и на сегодняшний день, к сожалению, в этой системе государственные учреждения работают не готовы. То есть, если эта система ведется, то государственные учреждения в большинстве случаев будут частным организациям проигрывать. Владимир Жуков, верите ли вы в то, что у нас когда-нибудь будет такая ситуация, как в Грузии? Что для этого должно произойти? Я имею в виду только ситуацию с медицинскими услугами. Периодически приходится задумываться о том, чтобы участвовать в программе АМС, но, к сожалению, для нас тарифы настолько невысокие, низкие, и при учете... Тарифы ОМС. Тарифы ОМС, да. И с учетом того, что для этого придется действовать достаточно много ресурсов административного персонала, это будет от других направлений отвлекать. Поэтому мы пока в программе ОМС не участвуем. Может быть, в перспективе, когда ситуация будет меняться, мы пересмотрим этот вопрос и тоже будем оказывать в рамках полиса ОМС эти медицинские услуги. Но в целом, если говорить про стоимость медицинских услуг в нашем центре, то они достаточно невысоки и сопоставимы там со стоимостью продуктов питания. Поэтому любой человек сегодня в Кирове может позволить посетить частный медицинский центр. Совершенство. Светлана, задумались ли вы когда-нибудь над работой по ОМС и как формируется ценовая политика в медцентре совершенства? Ну, мы не работаем в программе ОМС. Согласно с коллегой, что тарифы очень низкие. Тарифы более-менее приемлемые только на высокотехнологичную помощь. Если будут, например, какие-то операционные, и эти услуги, возможно, мы что-то и рассмотрим. Но и к тому же очень много отчетов и очень много проверок, которые нужно будет проходить в этой системе. Это не очень хорошо. Ну, а ценовая политика у нас достаточно лояльная. Мы подходим индивидуально к каждому пациенту. То есть понятно, что есть и ВИП какие-то, услуги, программы. Но есть и много бесплатных приемов. Например, бесплатный прием осмотра молочных желез, прием амолога. Или прием онколога по новообразованиям. То есть это доступно. Каждый может прийти на бесплатный осмотр. Если там что-то выявляется, понятно, что мы уже можем дальше смотреть. Но это маркетинговые технологии все-таки. Но, тем не менее, когда запускали такую впервые акцию, очень много заболеваний выявлено. И в том числе и онко по молочным железам. Поэтому здесь почему не пришли по бесплатному осмотру к гинекологу, например, или мамологу, или еще что-то. Они сделали УЗИ. А если сюда пришли и выявляются, первично выявляются. Это о чем-то говорит. Да. Сейчас одно слово. Сергей Смирнов, пожалуйста, и уйдем на перерыв. Да, хотелось бы коллеге возразить по поводу замечательного примера. Алексею Замырову возразить давайте. По поводу того, что государство поставлено в такие условия, бюджет ограничен. Кормушка, слово такое замечательное, которое использовали отчасти тоже соглашусь. Но ситуация такова именно в нашем случае исключительно в том, что государство само заключило с нами договор. Прописало нам официально такие условия работы, на которые мы сами согласились, но при этом свои же обязательства по выделению объемов и не выделяет. И поэтому у вас сейчас суды идут, насколько я знаю. А во всем остальном, да, я согласен. Которые вы сейчас как ведете? Мы сейчас не можем сказать о результатах в связи с тем, что они не вступили в законную силу, но в первой инстанции мы суды все выиграли. Прервемся на полторы минуты и продолжим разговор о маркетинговых технологиях частных клиник и о конкуренции. Продолжаем разговор с нашими гостями. Сергей Смирнов, главный врач кировского филиала групп компании «Нефросовет Румет». Врач-нефролог у нас в гостях. Владимир Жуков, директор сетиклиник «Афлацентр», врач-педиатр, кандидат медицинских наук Светлана Коткина, заместитель директора по развитию медицинского центра «Совершенство», врач-гинеколог Алексей Замыров, главный врач офтальмологической клиники «Созвездие» здесь с нами. И вот чтобы завершить вопрос, формирование ответа на вопрос по доступности медицинских услуг в частных центрах, давайте нарисуем портрет такого среднего клиента вашего центра. Начнем с «Афлацентра». Пожалуйста, Владимир. Для меня это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, мы и профосмотрами занимаемся, то есть это работающее население, это 30-50 лет, и образовательные учреждения, и промышленные предприятия. Поэтому по профосмотрам это, в общем-то, портрет работающего сотрудника. Если брать детское отделение, ну, конечно, чаще всего в дошкольном возрасте дети болеют, приходят там на физиопроцедуру. Нарисуем портрет их родителя, который приводит своего ребенка в частный центр. Мама там 35 лет, поэтому, в общем-то, и маму пользуются услугами и взрослого отделения. И тут и папа подтягивается, и принимают и урологи, и кардиологи. Вы не анализировали все-таки это люди, работающие на каких работах, с каким средним достатком и прочее? Мы такой анализ не проводили, но я, когда сам на приеме нахожусь, я вижу, что это люди совершенно разных социальных групп. Идут и бизнесмены, и богатые люди, и есть люди пенсионного возраста, у которых, может быть, достаток не такой большой, как у всех остальных. Тем не менее, прикольно. Поэтому мы рады всем клиентам. То, что вы рады, понятно. Кого больше все-таки? Кого больше? Мне кажется, что где-то категория 30-40 лет – это самые частые наши клиенты. Так, совершенство. Светлана, пожалуйста. Наш клиент – это работающий клиент, который имеет достаток среднего и выше среднего, но, тем не менее, мы доступны и для других. И который хочет получить быстро высококвалифицированную медицинскую помощь, консультацию, диагностику, лечение. Сделать это при высоком сервисе, при условии высокого сервиса. Ну и, наверное… Возраст? Возраст, ну, где-то 25-45 лет. Понятно. Афлоцентр, пожалуйста, Алексей Замыров. Созвездие. Ой, Созвездие, простите. Да. Ну, маленькое отступление. Во-первых, к людям, обращающимся за медицинской помощью, однозначно не приемлю определение клиент – это пациент. Почему? Потому что, во-первых, движение такое, оно достаточно уже имеет большое основание, и многие его поддерживают. Все-таки вывести медицинскую помощь из-за раздела услуг. То есть мы оказываем медицинскую помощь, мы не оказываем услуги. А они все еще в услугах числятся? Они в услугах, да. Так же, как и образовательные. Да. То есть мы относимся к эфире медицинских услуг, поэтому пациент. А если говорить по пациентам, не буду выделять. Если человек приходит и нуждается в нашей помощи, если уходит от нас довольный, то это для нас идеальный пациент. Главное, чтобы он ушел в довольный. А в силу направления вашего, все-таки офтальмология, это люди пожилого возраста, молодеют ли сейчас пациенты? На сегодняшний день у нас направление, которым мы занимаемся, это и дети. Коррекция зрения? Оптическая коррекция зрения, не хирургическая, да, и методы лечения. Второе направление основное – это у нас молодые люди старше 18 лет, это лазерные коррекции. И, как я говорил, до 40-45 лет, нуждающиеся в лазерной коррекции и желающие лазерную коррекцию. Ну и пожилые пациенты, в основном это пациенты возраста от 45 и старше, это пациенты, нуждающиеся в хирургическом лечении уже заболеваний возрастных, таких как атеракт, глаукома. Понятно. Так, нефросовет? В настоящее время, так как мы оказываем пока помощь только гемодиализмам пациентам, соответственно, нет у нас никакого разделения. Давайте возьмем по стране, у вас же 35 отделений. 30, да. Если по стране, в основном это инвалиды, инвалиды первой группы. Четкого разделения по половому составу или по возрастному нет. Конечно, в связи с тем, что улучшается работа первичного звена, ранняя выявляемость таких пациентов, которых, собственно говоря, на ранних стадиях заболевания ничего не беспокоит, конечно, возрастной состав молодеет. Как-то так вот у нас ситуация. Мы уже в ходе беседы коснулись темы конкуренции. Насколько актуальна для вас проблема конкуренции с государственными больницами, поликлиниками, которые предоставляют платные услуги? В частности, есть ли с их стороны демпинг или что-то вроде этого? Созвездие. Алексей Замыров. Ну, часто это повторяю, на сегодняшний день в том виде организации помощи, если говорить вообще о офтальмологической помощи. То есть мы работаем немного в разных условиях, если не сказать больше. Поэтому государственные учреждения на сегодняшний день мы конкурентами себе не расцениваем. То есть у нас разные пациенты. Пациенты, которые идут туда и туда, вот это пациенты разные. Если говорить о платных услугах, то на сегодняшний день, количество платных услуг, ассортимент платных услуг и возможности оказания платных услуг, ну, по крайней мере, я знаю, по офтальмологической больнице, там, к сожалению, эта тема очень сильно усечена. То есть в свое время активно это направление применялось. На сегодняшний день количество пациентов, обращающихся с заплатной медицинской помощью в государственные учреждения, очень маленькой, поэтому этот поток крайне малой конкуренции нам не составляет. Почему? Много очень ставится, к сожалению, барьеров. Во-первых, клиника должна выполнить объем заказа, который они должны оказать помощь в рамках ОМС. Только в том случае, если, не знаю, ситуация, я думаю, не изменилась, только в том случае, если клиника уже выполнила этот заказ, если пациент пришел и уже идет перевыполнение, в этом случае пациенту могут предложить получить платную услугу. Дальше момент, какой еще одним основанием для оказания платной услуги является, есть такой термин, это повышенная сервисность. То есть предлагается что-то пациенту дополнительно, помимо того, что может предложить больница в рамках ОМС, за что пациент не может заплатить, а за что с пациентом могут взять деньги. То есть на сегодняшний день государственные учреждения работают в таких рамках, что ассортимент услуг и, соответственно, объем услуг, которые они могут оказать бесплатно, в планоплатной основе, он сильно ограничен. Вот есть ряд услуг, которые могут идти только на коммерческой основе. То есть на сегодняшний день, еще раз повторю, вот по крайней мере по офтальмологической больнице у меня информация, там процент платных услуг крайне-крайне низкий. И еще один вопрос, который я под завершение программы задам. Легко ли открыть сейчас платный медицинский, частный медицинский центр, не знаю, молодому доктору, любому доктору с квалификацией? Насколько легче у нас, может быть, у вас есть опыт, вы общаетесь с иностранными коллегами или труднее открыть такой центр? Давайте начнем с афлотцентра. Пожалуйста, Владимир Жуков. На сегодняшний день требования, на мой взгляд, настолько высоки, для того, чтобы открыть полноценный даже медицинский кабинет, не медицинский центр, что практически это невозможно. И требования к образованию, и к оснащению, и требования. В общем-то, ведь предприниматель будет на свой страх и риск осуществлять эту деятельность, поэтому человек должен понимать, что он сегодня должен заплатить и за помещение, и укомплектовать оборудование, и задумываться на перспективу, кто к нему пойдет работать дальше. Алексей Замыров. Созвездие. Здесь момент вот какой. То есть все-таки сфера нашей деятельности, она требует очень высокой степени ответственности. И к организации частных центров, я считаю, что в какой-то степени законодательное ограничение доступа, оно обосновано. Но есть, к сожалению, моменты, которые однозначно надо менять. В частности, если касается офтальмологии, то перечень оборудования для оснащения даже офтальмологического кабинета, он требует таких больших финансовых вложений, что простому доктору, даже по достижении, так скажем, стажа, который позволяет ему будет открыть частный центр, самостоятельно, скорее всего, потребуется какое-то внешнее финансирование. Лизинг оборудования? Незнаком с этой проблемой, слава богу, да. Но есть такая возможность взять оборудование в лизинг? Есть, конечно, оборудование в лизинг, и берут, и входят, но много общался с докторами, которые задают вопрос, как, 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 как это сделать, с чего начать. Первое, что останавливает, конечно же, процедурный вопрос сбора документов, подготовка, оформление, хотя это, к сожалению, стоит далеко не на первом месте, то есть основное, конечно, в нашем разделе в офтальмологии, это, конечно же, финансирование, то есть наличие денег, потому что на сегодняшний день в перечне оборудования есть вещи, которые давно устарели, но они требуются. Есть вещи, которые не нужны, но они имеются в списке необходимого оборудования. Есть вещи, которые доктор не предполагает использовать, то есть у него какой-то узконаправленный будет цель, но лицензирующий орган наличие этого оборудования требует, а оборудование всё дорогостоящее. – Завершается программа «Разворот на бизнес». Согласно статистике, которую мы с Вадимом разглядели за все прошедшие годы, количество частных клиник, в общем, количество клиник медицинских в России не превышает… – Не превышает 5-10%, в то время, как, скажем, в странах ЕС, эта цифра 15%, в Штатах – 20%. – Придём к этой цифре в ближайшие 5 лет, как считаете, коллеги? – Нет. – Нет, все качают головами, нет. – Ну что, завершается «Разворот на бизнес». Частный вопрос, насколько доступна платная медицина, я надеюсь, мы раскрыли сегодня для наших слушателей. И благодарим наших гостей Сергея Смирнова, главного врача Кировского филиала группы компании «Непросовет Румет», Владимира Жукова, директора сети клиника «Афлат-центр», Светлану Коткину, заместителя директора по развитию медицинского центра «Совершенство», Алексея Замырова, главного врача офтальмологической клиники «Созвездие». Всем хорошего дня и здоровья. – Спасибо. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому и субтитры Алексею Дубровскому